Всем привет! Сегодня я расскажу о финансовой стратегии, которую вы должны себе придерживаться. Ну, этой стратегии вы должны обязательно придерживаться, если играть хотите в плюс. Не для чего-то играть, а зарабатывать деньги. Мы, повторяю, не играем. Играю я. Я делаю ставки, вы копируете. Всё. Не более того. Самое главное, это то, что вы должны ставить исключительно мои ставки. Не какие-то либо другие, не свои ставки, не то, что вы думаете. Насрите на своё мнение. Расстопчите своё мнение. Запомните главные условия. Расстопчите. Не нужно слушать себя. Я говорю, вот то, что я пишу в группе ВКонтакте или в Телеграме, все ставки, вы должны их все ставить. Запомните. И других ставок, если вы будете ставить другие ставки или свои ставки, вы проиграете. Всё. Если вы будете в моей ставке, вы будете получать хороший процент в течение месяца. От 50 до 100 процентов, может 200-300. Вот такая история. Запомните. Только мои ставки. Выбросьте из головы любые игры. Первое правило. Второе. Вы должны правильно распределять выигрышную прибыль. Вы должны понимать, что прибыль, она не вещь. Вы можете какое-то время проиграть. То есть у нас может быть 2 дня по минус 40 процентов. Поэтому все свои прибыли вы должны распределять правильно, по резервам. Объясняю, как это делается. Допустим, вы за неделю выиграли 40 процентов от банка. Допустим, у вас банк был 10 тысяч рублей, а выиграли вы 40 процентов. 40 процентов от 10 тысяч, это 4 тысячи рублей. Так, всё, мы имеем 4 тысячи рублей. Из этих 4 тысячи рублей 30 процентов мы оставляем непосредственно букмекерской конторы. То есть 30 процентов 40 тысяч, это будет 1200. То есть мы уже имеем счет не 10 тысяч, а 11 тысяч 200. Но ставки мы ставим исходя из прошлого банка, а не этого. Запомнили? То есть ставки, вы ставили, допустим, 10 процентов у вас от 10 тысячного банка, составляло 1000. У нас так же и продолжаем. Даже несмотря на то, что банк у вас уже 11 тысяч 200 нет. Мы ставим по прошлому банку. И в течение месяца мы ставим по этому банку. То есть банк мы фиксируем на месяц. Но перейдём всё-таки к этим. То есть 30 процентов от прибыли вы оставляете непосредственно букмекерской конторы. Ну, на всякий случай, да. Далее. У нас остаётся 70 процентов от прибыли. 35 процентов платят себе в качестве зарплаты. Ну, то есть я воспринимаю вот это всё, что я делаю, это моя работа. И я считаю, тоже можно сказать, ваша работа. То есть 35 процентов от прибыли вы оставляете себе в качестве зарплаты. То есть каждый месяц вы получаете зарплату 35 процентов от прибыли. У нас ещё осталось 35 процентов. То есть не делал. Это оставляйте резервный фонд. Как? Я лично оставляю весь резервный фонд на биткоинах. То есть я каждый день или раз в неделю перевожу 35 процентов прибыли на свой биткоин-кошелёк. И там это храню. Что происходит вообще с этим резервным фондом? Иногда бывает так, что я проигрываю. То есть в течение двух дней это минус 25 процентов. Иногда больше. Но это не страшно. И что... Иногда основной фонд скудеет, но это бывает очень редко. Ну, то есть, собственно, основной баланс букмекерской конторы. Я просто распечатаю свой резервный фонд и его пополняю. Это происходит очень-очень редко. На самом деле резервный фонд, он как бы так... Полнеет на глазах. Полнеет, полнеет, полнеет. И возможно через 6 месяцев вы просто его там... Он будет настолько огромный, что вы просто возьмите его половинники и купите все, условно говоря, машины. Или это квартира. Это будет нормальное явление. Но вот этой стратегии нужно придерживаться. То есть 30 процентов от прибыли мы оставляем в букмекерской конторе. 35 процентов выводим себе на карту зарплату. И 35 процентов переводим в резервный фонд. Все. Вот этой стратегии нужно придерживаться. Надеюсь, вы меня помнят. Прошу вас. То есть придерживайтесь только этой стратегии. Никаких самовыправств. Это стратегия рабочая. И она классная. Сделайте себе железное правило так и дело. Ну и последний еще раз напомню, о чем я и говорил. Что он зовут? Резервный фонд. Вы говорили, как его? Банк ваш рассчитывается в течение месяца. То есть 1 апреля вы определяете, какой у вас банк. 10 тысяч, 100 тысяч, 50 тысяч, 1000 рублей. Потом в результате выигрыша у вас этот банк не должен меняться. То есть у вас он оставаться должен 10 тысяч. Объясняю почему. Потому что мы можем, условно говоря, первые 4 дня мы выиграли 60 процентов. Вы решили, что теперь ставки должны быть больше. Не 1000 рублей ставите, а 1200. После этого мы проигрываем очень много. То есть у нас получается 2 полоса проигрыша. И мы уже ставим не 1000 рубля, а 1200 гораздо больше. Нам это не надо. Мы в течение месяца используем один и тот же банк. Получили хорошую прибыль? Пожалуйста, с нового месяца увеличите свои банки и опять же держите эту сумму. Все. Это самые главные финансовые вещи, которые вы должны задать. Придерживайтесь именно этой стратегии. Прошу вас. Все. Больше никаких вопросов у меня нет. Всем спасибо.